В Международном литературном фестивале-конкурсе «Русский Гофман» саровчанка Мария Затонская участвует не первый год. В 2020 году она стала лауреатом третьей степени. После некоторого перерыва Мария решила снова показать свое творчество критикам и вошла в лонглист в номинации «Поэзия». Также в длинный список вошел саровчанин Иван Ситников в номинациях «Проза и публицистика». Члены «Радуги», например, Ломтьев Александр Алексеевич, Трусова Елена, Креницкая, Татьяна Григорьевна, они сами в жюри этой крупной премии, этого крупного фестиваля, что, кстати, большая честь для Сарова, потому что мероприятие действительно масштабное, туда приезжают люди со всей страны, и поэтому быть в жюри, и что Саров в жюри, это прям мощно, я думаю. Мария Затонская представила подборку своих лучших стихотворений, которые печатались в толстых журналах за последний год. Лонглист – это некий полуфинал конкурса, и у тех участников, которые вошли в него, есть возможность съездить в Калининград. Теперь на очереди формирование шорт-листа конкурса. После этого объявит лауреатов «Русского Гофмана-2024». Успех на литературном фестивале – не последнее событие в творческой жизни Марии. Вот недавно у меня вышла книга «Люди идут по облаку в издательстве стихий». Это небольшая книжечка, но для меня это некоторое окончание этапа. Какого конкретного этапа, словами трудно описать, потому что всё-таки творчество – сфера иррациональная, интуитивная, но я чувствую внутри себя, что так, как я писала, я писать больше не хочу, и как будто не могу, и нужно что-то другое. Основная задача Марии – приобрести новый взгляд на мир, глубже и шире постигать всё то, что находится вокруг. Свои стихотворения поэт публикует в толстых журналах. «Новый мир», «Звезда», «Интерпоэзия». В воскресенье 31 марта в 17 часов в библиотеке Маяковского состоится поэтический вечер Марии Затонской «Дом с птицами». Гостей ждёт много интересного. Стихи, которые я буду читать, они прозвучат под гитару, под гитару Дмитрия Кафанова. Мы с ним специально придумывали мелодии под каждый блок, под каждую подборку, и мелодия эмоционально очень отражает то, что скрыто в стихотворении. Также поэту можно будет задать вопросы как лично, так и анонимно. Вход свободный для лиц старше 12 лет.